С 11 февраля 2015 года начала свою работу традиционная выставка «Каменный цветок», которая имеет давнюю историю и характеризуется большим историческим и культурным значением в жизни современной территории бывшей Гипербореи. Сотрудники Гиперборейской академии наук посетили выставку с целью оценки формы представления материала и его эстетической и практической значимости. В центре мероприятия долгие годы стояли не только изделия из камня, но и различные ювелирные украшения с использованием драгоценных металлов. Кроме того, вокруг центральных тематических элементов можно наблюдать выставки народных ремесел, изделия из дерева, кожи и кости. А вы материал для чего вы снимаете? А мы от Гиперборейской академии наук. Ранее на «Каменном цветке» можно было также приобрести продукты питания и одежду. В этом году ознакомиться с этими изделиями можно было в отдельном от основной выставки помещении, попасть в которое можно было с другой стороны здания. В таком, наверное, джинс-комплекте. Это вот этот за сними. У меня потерей. Здесь куколки разные. Вот эта куколка называется «Благодать». Она с ручки кверху, чтобы не скучали никогда. И помогает в помощи, в просьбе. Видите, она как бы сверху в просьбе. Вот там парочка неразлучники маленькие. Это дарится на свадьбу, чтобы жена никогда больше не разлучались. Это вот такие вот куколки-травницы. Они для хорошего зна и улучшают запах. Это куколки-травиницы, курпинички. Они символ богатства. Раньше, когда собирали первый урожай, из него делали куклу и ставили под икону. Когда Сев начинал с новой, брались с этой куклы. Если год хороший, то обычно с нее оставался на Сев. А если ты молод, то брались с зерной, чтобы она помогала тебе. Это вот домовой такой. Интересный. На мой взгляд, абсолютно безвкусная тема. Налепили непонятно что. Шахтер абсолютно страшный. К 85-летию могли бы и получше сделать, на мой взгляд. Это мне напоминает все, что знал, рассказал. Камушки разноцветные состряпали в одну кучу. И все. Никакого художественного подхода. Такое мое общее мнение. С ними вот есть, тут немножко кривой белаз. Наверняка иллюстрирует в общем и целом деятельность объединения Апатит. По-моему, уже падал Камаз. Не раз, да. А вот тут, Александр Геннадьевич, я хочу обратить твое особое внимание на каменевые деревья. Это ближе к твоей тематике. Вот спил. Пожалуйста. Правда, кольца там не особо читаются. Но тем не менее, засними красивую штучку, что на 25-летие геологического института еще, извини меня за выражение, польского филиала АНССР. Апатиты, 77-й год. Вот мне кажется, более искусно сделано, чем то, что сейчас, к 85-летию. И вообще, очень интересные здесь раритеты тех времен. Вот научного центра, вон, видишь, например, связь науки с производством, тут те иллюстрируются. А вот, кстати, гранат. 80-е, я еще не родился. Гранаты отполированные. Тут, кстати, где-то и не отполированные валялись. Вот 70-летие Кольского научного центра. Наибольший интерес сотрудников ГАН вызвали целители, исповедующие методики самореализации через воздействие на энергетику человеческого организма посредством одного из видов йоги. ...каналу и открывает последний центр, который называется Закасарара. Это восточная система, да? Это косознание человека. Ну, сохранилось оно на восточной. Это знание человеческого кости. Формирует вот эти центры, сворачивается в 3,5 оборота и остается там. А почему в 3,5? Ну, это так оно стало. Так получилось? Так получилось. Это космический закон. А скажите, пожалуйста, почему вот это понятие восточные, они еще тут ассоциированы с вот этими психологическими понятиями, как эго и суперэго? Кстати, это знание человечея. Это знание человечея. То есть это комплексная уже и современность сюда накладывается. Да, здесь еще научная имеет образование. Вот сейчас пришло время, когда нужно открыть последний центр, чтобы соединиться с Богом, чтобы получить истинные знания, чтобы постепенно истинные знания вливались внутри нас. Так на Востоке много богов, насколько я знаю. Мы с каким будем соединяться? Мы будем соединяться с космической энергией. Сначально. Потому что все божества энергии, все божества находятся внутри нас. Это что-то вроде Вишну, насколько я понимаю. Когда приходила инкарнат, нет, бесконечная космическая энергия может быть на сердце, правая рука на сердце, потом на шею, на лох, на затылок, на правую руку. И это центр прощения, центр Иисуса Христа. И мы говорим, я прощаю всех. Из упоминаемых ими религий и учений они забыли, пожалуй, только Аллаха и его пророка Мухаммеда. Мешая в одну кучу сонмы восточных богов и Иисуса Христа, они призывали некую мировую Матерь, которая позволяет найти себя и самореализоваться посредством открытия Центра для связи с Богом и соединения с Ним. Самое интересное – это понятие мировой космической энергии, которая напоминает некую мифическую силу джадаев. Очень примечательно, что данная процедура абсолютно бесплатна, то есть целители – люди идейные, заинтересованные в своей деятельности и верящие в ее результативность. Достаточно интересна сама методика, результаты которой можно почувствовать через тепловое восприятие. Для этого пациента заставляют поднимать руку, что приводит к оттоку крови, а затем опускать ее вновь. При этом, естественно, тепловые ощущения ладони изменяются. Проходящие мимо люди также создают ток воздуха, который можно ощутить. Естественно, все эти возникающие ощущения списываются на проявление космической энергии, взаимодействующей с человеческой энергетикой. Ну, руки наливаются. Ну, они уже и должны наливаться. Тихонько. Можешь вот так попробовать, какая тяжелая. Не, ну тут так держишь, кровь отливает, а так наоборот приливает. Поэтому... Да, другие это не делают. А вот кончики пальцев и центромогона что-то... А здесь ощущения? Ну так, сделайте на левую, так, на левую. Вот так, смотрите, хорошо. Ну так сделайте. Какая рука у вас тяжелее, какая легче? Вот так виси, сделайте. Вот так, ну, какая тяжелее. Вот это здесь тяжелее. Тяжелее. Вот это вот даже. Сейчас по прогнозу. Я думаю, что я не знаю, что я не знаю. Ничего себе, я не знаю. Да нет, скорее запотевают немножко. Это хорошо, что я не знаю. Да, пошло, да. Я не безнадежен. В эксперименте, проведенном сотрудниками ГАН, пациент упорно отказывался чувствовать космическую энергию, что побудило обоих целительниц совместно воздействовать на него. Как оказалось, виной всему было отсутствие охлаждения печени. Именно это препятствовало соединению с Богом. Нагрета уже? Ну, нет, оно пошла энергия. Пошла, пошла. Только, ну, не можете. Слабенько, да. Да, слабенько. Много думаете? Ой, очень. Много планируете? Хорошо. Нужно охлаждать печень. Когда очень много думают, планируют и в отомственной деятельности ведут за счет, то нагревается, перегревается печень. Я думаю, она от алкоголя в основном страдает. Ну, от алкоголя это и само собой разумеется. Ну, и от мысли. От свадистан нижний, который вырабатывает жировые клетки для мозга. Вы перегружаете, и энергия не идет для работы с этими желудочными шествами. Совсем. Я начальнику так и скажу, что не думать вредно, у меня печень страдает. Поэтому незамедлительно была проведена процедура охлаждения печени путем длительных мануальных манипуляций. Скажу честно, печень при этом остыть не могла физически, ибо человек – существо теплокровное и имеет постоянную температуру тела. В конечном итоге, чтобы не ломать искреннюю веру людей, желающих помочь, безнадежный пациент признал, что чувствует нечто и воссоединился с тем, с чем желали целители. А куда власть? Ну, фотографии, может быть, власть, потому что фотографии идут определенные вибрации. Это мастер кундалини. Она исключает вибрации. Вот даже глядя на эту фотографию, у вас ваша энергия, вот эта кундалини, она будет сама подниматься. А кроме сахара что-нибудь еще можно заливить? Охлаждайте, вот так вот сами. Вы можете сами по часовой стрелке охлаждать печень. Напоследок пациенту вручили фотографию великой восточной целительницы, которая обладает чудесным действием заряжать кусочки сахара, мёд, а также воду. Вывод напрашивается один – лишь бы руки были заняты. По мнению сотрудников ГАН, вреда от этой методики никакого, но так ведь и пользы нет. Во всяком случае, с физиологией человека у предлагаемой методики есть явные противоречия. Восточную мудрость, вероятно, здесь искать не следует, а ровно как и способ самореализации. Спасибо. Все, что надо, потому что очень... Ну, здоровье поперл вас. Да. Охлаждать печень. Печень надо охлаждать самую. Другим интересным участникам выставки заслуженно можно считать продавца лечебных колец для снижения аппетита. Сотрудники ГАН попытались выяснить принцип действия этих полезных украшений. На стопе, на руке, на ушке. Есть ручки, отвечающие, к примеру, за животы, грудочный, кишечный тракт и понижение аппетита. Кольцо это медное. И там, видите, вставлены два магнитика. Они маленькие, но мощные. Это японские магниты, бессрочные. Оно безразмерное. То есть мы можем, видите, сделать и на любой. На мужчину, на женщину, не важно. На человека. Носить нужно на безымянном пальчике. Здесь находятся точки, которые отвечают за желудок, желудочно-кишечный тракт и понижение аппетита. Кушать надо, но вы будете наедаться более маленькой порцией. Соответственно, количество калорий снижается, человек худеет. По-другому нам никак не похудеть. То есть это физика. Что съели, то и получили. А почему именно путем кольца это можно делать? Можно поехать в центр Семенова у нас. И вам поставят иголки на определенные точки, на ушко. А так просто какой-нибудь магнит привязать не поможет? Нет, конечно. Какой-нибудь нет. Вот есть у нас, допустим, пластыри. Они тоже, видите, на пластыре магнит. А что в этом магните-то такого, особенно вы говорите, какие-то японские? Они работают как точечная акупунктура. Видите, на любую точку вы можете ставить. Так состав этого магнита от обычного магнита отличается, да, я так понимаю? Да, да. Есть сфера магнетики, но вы как мужчина понимаете в этом больше, чем я. А есть неодимовый магнит? Неодимовый магнит. Редкоземельный магнит, состоящий из неодима, бора и железа. Теряет не более 1-2% на магниченности за 10 лет. Магнитотерапия не имеет доказательной базы и относится к врачаме псевдонауки. Все псевдометоды целебного магнитного воздействия не описывают конкретные научные модели лечения заболевания. Тем не менее, магниты находят применение в медицине, в частности, в приборах магнитно-резонансной томографии. Таким образом, используются для диагностики, а не для лечения. В практике акупунктуры, традиционной китайской медицине, на пальцах рук нет точек, отвечающих за снижение аппетита. Большинство точек, отвечающих за обменные процессы, располагаются в ушных раковинах. А самая эффективная точка, отвечающая за снижение веса, располагается на 7-8 см ниже пупка. Если вы в интернет зайдете и прочитаете неодимовые, да, наверное, я знаю, что там сплав каких-то материалов используется. Они вот нового поколения, мощность уходит 1% в 100 лет, то есть это очень удобно в медицине, допустим, их использовать. А практика использования их уже... Конечно, да, мы работаем, у нас даже врач приходила с этого центра, она говорит, что в нашей... А что же центр, вы еще раз посмотрите? Центр Семенова в Санкт-Петербурге, первый мединститут этим же методом работаем. Много таких, наверное, центров. Это то, которое я знаю. То есть это уже и клинические практики имеют какие-то поколения? Ну, конечно, люди худеют. А вы для себя? Да, конечно, я же. Видите, какой? Да, хороший вы. Меряйте, давайте. А что стоит-то? 900 рублей всего. Ух, нифига себе. Что значит, нифига себе? За два магнита-то ты мне из Минчестера наковыряешь. А материал медный, да? Да, нет. С лишней проблемой со здоровьем. Помощнее магнитный найдется. Найдете. Один неодимовый магнит размером 5 на 2 миллиметра на российском рынке стоит меньше двух рублей. Таким образом, отдавать 900 рублей за тоненькую полоску меди и два маленьких магнита представляется нецелесообразным. Упоминаемый продавцом центр Семенова в городе Санкт-Петербурге базируется на психологическом тренинге и не имеет дел ни с магнитами, ни с акупунктурой. Остается надеяться, что немногие жители Апатитов и Кировска стали жертвами этого обмана. В целом, выставка производит приятное впечатление, в основном в силу своей традиционности. Очень приятно, что наряду с каменным цветком организованы различные культурные мероприятия, в том числе и редких для региона творческих коллективов. Желанным гостем также являются участники из Чувашии с потрясающе вкусными мясными деликатесами. Субтитры создавал DimaTorzok